Президент Петр Порошенко поручил проинформировать Москву о том, что российские выборы на территории Украины невозможны. Накануне Верховная Рада приняла обращение к парламентам других государств, парламентским ассамблеям и международным организациям с просьбой не признавать результаты выборов в Госдуму России, которые будут проходить в оккупированном Крыму. В ОБСЕ заявили, наблюдать за голосованием на аннексированном полуострове не будут, а тех, кого изберут, не признают легитимными. Узбекистан не будет входить ни в какие военные блоки. Об этом заявил исполняющий обязанности главы государства Шавкат Мерзяев. Позиция страны остается неизменной и в отношении неразмещения на ее территории иностранных военных баз. Между тем, эксперты говорят, большое количество радикалов среди узбеков вызвал для нового главы государства. Его выберут 4 декабря, и ему придется продолжить непростое противостояние. Но в свете политической неопределенности в стране и отсутствия явного фаворита на место лидера, ситуация может обостриться. Узбекские боевики обычно не занимают в международных группировках высоких чинов. Они выполняют роль рядовых солдат и нередко совершают теракты в качестве смертников. Этнический узбек Абдурасул живет в киргизском городе Ош. Недавно вернулся, был на заработках. Говорит, пока его не было, жена, сын и двое дочерей отправились на сирийские территории под контрольный ИГИЛ. Позже кто-то позвонил с неопределенного номера и сказал, что сын стал смертником. И этот случай не уникальный. По данным ООН, этнические узбеки активно пополняют ряды радикальных группировок. 19-летний сын этой женщины уехал на заработки, а в марте прошлого года позвонил ей и сообщил, что находится на земле террористов в другой стране. «Ош расположен в густонаселенной долине Фергана. Она разделяет Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан. Эту местность считают сердцем радикального сопротивления в Центральной Азии. Предполагается, что число узбеков в группировках исчисляется тысячами. Они берут в руки оружие, поскольку считают представители власти Узбекистана тиранами. В прошлом году чиновники безопасности Оша задержали несколько человек по обвинению в участии в боях в Сирии на стороне радикальных группировок. В этом году идентифицировали 16 граждан, которые отправились к террористам. Еще пять человек были задержаны при попытке выехать из Киргизстана. Эта чилийская бабушка уже больше полувека не расстается со своим велосипедом. Он ее друг и помощник. Почти каждый день 90-летняя Элена Гальвес преодолевает 30 километров. Но на дальние поездки ее вынуждает не любовь к спорту, а жизненная необходимость. Пожилая чилийка содержит собственную ферму, разводит коровы птиц. Почти всю продукцию приходится продавать в городах поблизости. Жители родных мест слишком бедны, чтобы часто делать покупки. «В нашем районе много не продашь. Люди почти ничего не покупают. Я продаю в Ренго, Лачимба, в округе и вон там. Я привожу птичьи яйца. Когда есть молоко, делаю сыр и продаю его здесь и в других местах». С велосипедом Элена не расстается с 47 лет. Говорит, что за долгие годы очень к нему привыкла. «Без велосипеда мне нет жизни. Вчера я пошла в Ренго пешком. Ноги очень болели. Но когда я сажусь на велосипед, не болит ничего. Я совсем не устаю и счастлива, когда на нем еду». 90-летняя чилийка видит секрет своего долголетия именно в том, что каждый день крутят педали. «Недавно у меня появился электрический велосипед. Но друзья отговаривают им пользоваться, потому что тогда я постарею. Ведь на нем не надо крутить педали». Элена живет одна и всю работу на ферме выполняет самостоятельно. Но одиноко себя не считает. Ее семья – это соседи. «Она просто сокровище. В ее возрасте она выполняет такую работу. У нее есть коровы и куры. Такая женщина – настоящий клад». Несмотря на почтенный возраст, Элена не намерена бросать свою маленькую ферму и тем более отказываться от поездок на велосипеде.